Григорий Гробовой Сейчас он скрывается от всех в Москве. Как будет действовать Гробовой, находясь на свободе? Добрый вечер. Здесь Сергей Минаев и программа «Честный понедельник». Сегодня мы хотим разобраться, опасны ли такие целители, как Гробовой для общества. Да? Нет. Голосуйте по смс на официальном сайте нашей программы. Сегодня в нашей программе участвует один из потерпевших по делу Гробового, юрист Евгений Сауров. Президент Российской ассоциации изучения религии и сект Александр Дворкин. И протодиакон, профессор Московской духовной академии Андрей Кураев. Добрый вечер, господа. Евгений, у меня первый вопрос к вам. У вас личные счеты с Гробовым. Какую роль в вашей судьбе сыграл этот человек? Ну, дело в том, что по воле случая я оказался первым заявителем на преступную секцию Гробового. Это было в апреле 2004 года. Значит, заключалось все в том, что моя бывшая жена, поблуждавшая по другим сектам, ушла в секту Гробового. Ну, и сняла с себя обязательство мою малолетнюю дочь не таскать по своим сектам. У меня были другие секты. Гробового это уже... А сколько дочери лет было? Было в то время дочери лет совсем мало. То есть, ей было семь с половиной. Значит, она это обязательство сняла и запретила мне с ней общаться. То есть, это стало ясно, что все начинается в повторении. Она уже таскала на шабаш-ведьм в одну секту. Все это уже проходили до этого. Мы с ней в то время уже фактически давно не жили. Ну, сектанкой сложно жить, вы понимаете. Ну, вот. Она сняла с себя эти обязательства. Я сказал, ну, тогда я объявляю войну твоей секты. Я о ней кое-что узнал. Я понятия в то время еще не имел, что это за секта и ее масштаб. Если бы я знал, я бы, наверное, действовал немножко по-другому, более аккуратно. Я написал заявление на имя бывшего генерального прокурора Устинова и на имя бывшего прокурора Москвы Зулова. Ну, и после этого получил кучу заявлений с обвинениями о том, что я хочу сектантов убить, до обвинения в геноциде и терроризме. Вот, кстати, господин Дворкин тоже обвинялся вместе со мной в геноциде и терроризме. Так называемая банда нерсисян, она теперь так называется в прессе, это бывший тушинский прокурор нерсисян, за определенную мзду, об этом все открыто заявлено, и все это есть в документах, хотя его никто пока за это не ищет, его ищут за другое, сфабриковала на меня уголовное дело. И если бы не оказался на нарах Григорий Петрович, оказался бы на нарах я, вот и все. Значит, меня держали на подписке о невыезде при сроке давности, а мне вменяли в конце концов только, что я сектантам угрожал убийством. Евгений, то есть вы личный враг гробового, получается? Ну, не гробового, скорее, а всей секты, потому что это не просто какая-то тоталитарная секта, которая занимается мошенничеством, это преступное сообщество мошенников. И гробовой, и Рожаков, кстати, первое лицо в то время в секте, и в Адюте, и прочее, там я могу назвать их, всем называл уже неоднократно, 10-15 руководителей, это международное преступное сообщество, и они должны быть осуждены не по каким-то отдельным эпизодам мошенничества, а по статье 210, организация преступного сообщества для совершения тяжких преступлений. Если педофил, если педофил создает педофильскую организацию для создания тяжких и особо тяжких преступлений, создает филиалы и берет еще деньги за обучение педофилии, за развратные действия, в данном случае я не говорю о вознасиловании, то пойманный за 11 эпизодов, его будут судить не только за 11 эпизодов, а за создание педофилистской организации. Но у нас получается за мошенничество все по-другому. Господин Воркин, вас тоже обвинили сектанты в терроризме, скажите, а сколько вообще, насколько велика секта Гробового была, сколько было сектантов, сколько было адептов и сколько филиалов? Ну вы знаете, точной статистики нет вообще, но можно говорить, что на данный момент Костякова секта составляет где-то, ну, порядка, наверное, 2000 человек, до 2000 человек. Вы согласны? Нет. А что касается? По состоянию на 2004 год не менее 500 тысяч по всему миру, начиная от Москвы, Риги, Украины, Казахстана, Узбекистана, Тель-Авива, Хайфы, Германии, Бостона, Чикаго. Кстати, в США зарегистрирована официально церковь Григория Гробового. Есть регистрация официальная. То есть, ну, цифры, в общем, достаточно разные, но тем не менее. Да, то есть можно говорить о тех людях, которые прошли через семинары, это, скажем, на порядок больше, но я думаю, все-таки, ну, 500 тысяч, это, ну, несколько преувеличение. Но, опять же, количество членов секты никак, то есть больше или меньше, никак не уменьшает ее опасность. Отец Андрей, а какова позиция церкви? Гробовой обвинил себя вторым Иисусом, он говорил, открыто говорил о том, что он Мессия, и по этому поводу даже была целая пресс-конференция. Какова была реакция церкви? Ну, лично моя реакция, может быть, даже немножко радостная, потому что, в конце концов, есть предсказание настоящего Христа о том, что у вас станут многие лже-Христы. Мы видим, как на наших глазах вот сбываются многие страницы, предсказанные еще в Библии, в том числе и появление таких самозванцев, как Григорий Гробовой. Можно только сказать, что из всех, из всего множества Христов, которые провозгласили себя о Христов, их много, на самом деле, но если не считать, конечно, тех, которых содержат в буйных палатах, Гробовой может быть один из самых неподготовленных, потому что он совершенно двоечник, он даже не удосужился когда-либо открыть Новый Завет, немножко его полистать. А секта Гробового серьезную опасность для вашей паства представляет? Как вы это считаете? Нет, я думаю, что для людей, которые ведут церковный образ жизни, сект Гробового, как и остальные секты, опасности не представляют, потому что человек, который любит свою веру, который научился слушать голос церкви, такой человек находится в такой области духовной безопасности. Но есть люди, которые просто, ну, из тех, которые бывают в храме два раза в жизни, их туда заносят, чтобы крестить, и второй раз заносят, чтобы отпеть. Вот для таких людей, которые чисто номинально православны, для них просто само слово православие, христианство, Христос, слово теплое, и поэтому вот на этой теплоте этих слов такого рода люди Гробового пробуют спекулировать. А как РПЦ, какая была реакция на секту Гробового? Были ли какие-то специальные заявления? Вы как-то боролись с ней? Есть действительно у нас в рамках православности от технических университетов есть вот сектор, центр, который возглавляет Александр Леонидович Дворкин, и, конечно же, он и его сотрудники активно пробовали людей предупреждать, а тех, которые оттуда возвращались, пробовали их вернуть к нормальной жизни. Но я полагаю, что главное все-таки средство противодействия такого рода проходимцам – это воспитание нормальной христианской культуры в людях. Сейчас, Андрей, вы знаете, когда я готовился к этому эфиру, я общался с людьми, которые состояли в различных сектах, в том числе в секте Гробового. И вы знаете, когда у людей спрашивают, ну а как вы там оказались, и почему вы не пришли в церковь? Я говорю, вы знаете, вот мы приходили, и называются совершенно различные истории. На кого-то бабушки в церкви шикнули, с кем-то батюшка был, может быть, не так тепл, как они того хотели. Они говорят, а в секте ты приходишь, и у тебя есть какая-то проблема, ты неустойчив, тебя берут за руку, ты для них важен, с тобой начинают общаться. То есть вот так для них важен каждый человек. Знаете, для меня вот история секта Гробового интересна и значима тем, что это может быть первое из числа тех сект, к которой негативное и тревожное внимание общественности было привлечено все-таки не церковным голосом. А это были публикации Дмитрия Соколова-Дмитриевича в газете «Известия». Вот с этого началось пристальное общественное внимание. И Варсовина в Комсомольской правде. А почему церковь пристального внимания не привлекала к этому? Не в общем, что перед этим в течение 20 лет, когда церковные люди пробовали говорить о опасности какой-либо секты, там, Маун-Сарикевис, Сарион, Белое Братство и так далее, то в ответ нам говорили, в том числе и в прессе, какие вы нетерпимые, какие вы совки на самом деле, что вы понимаете ли всех хотите в тюрьму прятать, заткнуть кляп в рот. И только после очередной гуманитарной катастрофы, опять же, те же, кто нас обвиняли, говорят, а почему вы раньше молчали? И вот в случае с Горобовым я рад, что здесь есть некое совместное действие общества, прессы и церкви.